Я вам хочу сказать, что любая оказавшаяся безнадзорно кошечка или собачка – это не враг для городских служб, это возможность помочь. Госдума предлагает обязать владельцев собак и кошек регистрировать любимцев. Это позволит возвращать потерявшихся питомцев хозяевам, а также сократить число беспризорных животных, брошенных владельцами. Три кита основных должны быть задействованы в решении этой проблемы. Первое – сократить число безнадзорных и потерявшихся собак. Второй момент – прекратить просто хаотичное разведение собак людьми, которые не имеют для этого возможностей прежде всего. Ни материальных, ни физических, но самое главное – не обладают знаниями ветеринарии и зооинженерии для того, чтобы заниматься разведением. И третье – это самое главное. Третье – все-таки мы когда-то вернемся к этому, что человек, собака которого на учете, он будет обладать все-таки чувством ответственности большим. К сожалению, зачастую люди берут щенка, играют с ним, а потом не хотят заниматься его воспитанием и выбрасывают на улицу. Многие уезжают и не забирают с собой собак и кошек. Обязательная регистрация животных позволит в случае потери собаки ускорить ее поиск, а также привлечь к ответственности владельца, если он выбросил своего питомца на улицу. Доля потерянных и выброшенных собак очень мала. А огромная доля приплодившихся щенков каждый год, еще раз мы с вами коснемся этой проблемы, с промышленных территорий, с автостоянок, с кладов, оптовых продуктовых баз и так далее. Правила по обращению с беспризорными животными также изменятся. Сейчас их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают места отлова. Депутаты ЗАГС Собрания предлагают не выпускать беспризорных животных рядом с территориями организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медучреждений и детских игровых площадок. Четвертое место в мире занимает Россия, Российская Федерация, по количеству домашних животных. Поверьте мне, это не те, которые бегают по улицам. Это те, которые ходят на зоомероприятия, племенные осмотры, выставки. Вести закон в действие в случае его принятия предлагается 1 января 2022 года. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.